здравствуйте всем еще раз действительно надеюсь сегодня будет очень полезная встреча будем говорить о разных вещах и я думаю что захватим разные уровни то есть и будет полезно и и для тех кто в принципе только познакомился с платформой так и для тех кто уже в принципе более-менее знаком или может быть является даже профессионалом так начну расшариваться расшаривание экрана а в принципе не планировал сегодня делать какую-то статичную такую статичное вступление но буквально несколько слайдов вкратце о платформе и в принципе я думаю что это будет полезно как раз таки к тому комментарию который прозвучал буквально незадолго до этого по поводу персональных данных и так далее чуть позже об этом скажу и так что такое канва сегодня очень многим очень много различных названий можно встретить вообще в интернете в сми богах и так далее то есть как только не именует ее и фоторедактор и графический редактор и сервис там не знаю для работы с графикой и так далее вот на самом деле полноценное название сегодня официально это глобальная онлайн-платформа для визуальной коммуникации потому что здесь очень много различных компонентов который мы сейчас собственно и увидим так особенность платформы заключается ключевая в том что здесь в отличие от многих всем известных программ для графического дизайна канва является таким мостиком золотой середины между тем что доступно людям которые не являются профессионалами в сфере дизайна то есть те кто не учился работать со шрифтами с цветами с композицией структурой и так далее то есть и с теми кто является профессиональными дизайнерами то есть люди которые с чистого листа могут создать красивую графику независимо от того то есть что там должно быть так вот канва предоставляет готовые решения и для первой категории и для второй такая вот небольшая разбивка собственно по диапазону потому что тоже немногие скажем так до конца понимает вообще принцип то есть человек допустим видит шаблон и понимает нет но здесь что-то только по шаблону делается на самом деле диапазон разный то есть видите четыре таких подхода то есть это первое то минимальное редактирование когда действительно берется просто шаблон там что-то меняется то есть одно на другое и собственно делать выпускается готовый материал далее масштабное масштабное редактирование то есть где мы уже оперируем различными шаблонами мы смотрим на концепции мы забираем какие-то концепции встраиваем их и из одного материала в другой таким образом получаем то есть не изобретаем велосипед но тем не менее получаем уникальный материал которого нету ни у кого нет ни на одном шаблоне и после снизу идут три пункта которые в принципе уже больше предназначены для профессиональных дизайнеров то есть это создание дизайнов с нуля когда человек может открыть белый лист и сделать там все что угодно и создание шаблонов с нуля то есть это к вопросу о коммуникации когда канва используется внутри какой-то организации естественно есть люди которые допустим создают собственные шаблоны на которых присутствует брендовая айдентика то есть точное соответствие цветам точные логотипы точных размещений и так далее вкратце такая схемка собственно что собой такой скелет платформы из чего она состоит это три составляющих функционал инфраструктура и контент которые логично между собой взаимосвязаны то есть если у нас есть контентная часть библиотеки соответственно фото видео анимации шрифтов дизайнов и так далее для этого существует и специальные существует специальный функционал то есть если мы добавляем фото необходим редактор фото если мы добавляем видео необходим редактор видео если мы добавляем анимацию необходимы настройки которые позволят этой анимации что-либо сделать. И инфраструктурная часть, собственно, опять же к вопросу о коммуникации, то есть та часть, которая позволяет использовать Canva внутри организации, между какими-то командами, которые каким-либо образом объединены. В общих чертах, собственно, о том, что собой представляет сама компания Canva. Запущена она была в 2013 году в Австралии. Главный офис находится в Сидне. Более двух, даже уже не двух тысяч, а двух с половиной тысяч сотрудников сейчас в команде. Активных пользователей более 70 миллионов. Это количество постоянно растет из 190 стран. Создано более 7 миллиардов дизайнов за прошедшие годы, и скорость создания дизайна составляет более 120 визуальных материалов в секунду. То есть это свидетельствует как раз-таки о том, насколько проста в использовании платформа и насколько она актуальна. Это некоторые из компаний, крупнейшие транснациональные компании, которые используют Canva, Zoom, Facebook, Coca-Cola, Intel, Skyscanner, Danone и так далее. И здесь, в принципе, я бы хотел как раз-таки вернуться к тому, к той ремарке, которая прозвучала вначале по поводу персональных данных. Да, действительно, как Жасгуль отметил, в 2019 году произошла форс-мажорная ситуация, не очень приятная, где действительно произошла утечка. Мы этого не скрывали. То есть если вы поднимете СМИ, везде это… То есть мы давали комментарии по этому поводу, мы говорили о том, что мы сделали и какие именно данные утекли. То есть и во всех… То есть в англоязычной прессе, в русскоязычной прессе, в любой другой прессе были комментарии, где говорилось о том, что часть данных, та часть данных, которая утекла, она в принципе не позволяет ничего сделать с ними. То есть ни пароли, ни какие-то платежные данные, ни еще что-то, они не были, скажем так, получены. То есть пароли все были захешированы. То есть это просто нечитаемый, неиспользуемый формат. После этого просто колоссальные… Были вложены колоссальные инвестиции именно в повышение безопасности платформы. И с того момента подобных инцидентов не было. Если бы они были, это было бы уже озвучено. Если по какой-то причине какой-либо пользователь считает, что какие-либо данные утекли с канвы, я предлагаю написать либо мне, я передам это уже нашим специалистам, и мы будем разбираться конкретно по факту, что ушло, куда ушло и почему пользователь решил, что именно произошла утечка через канву. То есть если с нашей стороны будет что-то, то мы с этим разберемся. Либо написать на support.canva.com. То есть это уже уйдет непосредственно в техподдержку. То есть такие сообщения без ответа не остаются. Если есть какие-то подозрения, по какой-то причине было принято решение, что информация, полученная откуда-то, она верная, что из канвы ушли какие-то данные, давайте разбираться по факту с конкретным случаем. Но вот я показываю, собственно, это тоже не случайно. То есть канвы используют крупнейшие мировые компании на протяжении многих лет. То есть они таких проблем не испытывают. Несколько примеров буквально, собственно, кто и для чего используют. Потому что диапазон задач совершенно разный. В Zoom, например, используют канва для управления своим брендом. То есть то, как раз о чем я и говорил. То есть чтобы все материалы соответствовали бренд-булку. То есть все было в точности, как это заложено дизайнерами. И также управляют масштабными маркетинговыми компаниями. PayPal используют как раз-таки для коммуникации. То есть у них более 26 тысяч сотрудников. То есть и все они, когда речь идет о графике, вся коммуникация у них протекает именно внутри канва. Intel создает в канва обучающие материалы для своего, то есть для корпоративного использования. Ну и с Salesforce, в принципе, задачи похожи на те, которые ставят перед собой Zoom при работе с канвом. Ну и завершающий статичный слайд. Собственно, по поводу, опять же, коммуникации. Потому что сегодня это красные линии будут проходить эта тема. Кросс-платформенный сервис, который доступен на любом девайсе. То есть и все происходит в режиме реального времени, все автоматически синхронизируется, потому что это облачная технология. То есть вы можете одновременно работать на телефоне, на компьютере, на планшете и так далее. Неважно, где вы находитесь, в офисе, в командировке или где бы то ни было. Ну и на этом со статичной информацией закончим. Общая такая вводная небольшое введение, что это и зачем. Прежде чем мы перейдем к практике, поскольку у нас сегодня будет тема видео, я хотел бы провести такой небольшой интерактив. Вот у меня такая интерактивная доска. Я сейчас копирую ссылку на нее и отправлю в чат. Все, кто уже зарегистрирован в канву, попадет в этот файл сразу. Все, кто не зарегистрирован, можете сделать это на секунду за 20-30. Все это очень быстро. Так, вот вижу, появляются коллеги. Окей. Так, вкратце объясню, что нужно делать. Значит, мы говорим о видео сегодня в основном. И здесь 10 пунктов вы должны, на ваш взгляд, то есть какой из этих пунктов не входит в бесплатную версию канва. То есть какой из них является платным. И вам нужно скопировать любой смайлик, именно скопировать Ctrl-C, Ctrl-V или мышкой и поместить на, допустим, на какой-то стикер, который, вы считаете, описывает именно платную функцию, то есть которая недоступна в бесплатной версии. Такой небольшой эксперимент. Я сделаю сейчас покрупнее, немножко, чтобы тем, кто не участвует, было видно. Да, вот именно, смотрю, такие злобные смайлики ставят. Можно поместить в любое место. То есть это не принципиально. Окей, ну смайлики все растащили все-таки. Но можно копировать те, которые уже есть. То есть просто на них нажимать и вставлять обратно. Я пока скажу о том, почему, собственно, я вообще делаю акцент на платности или бесплатности. В конце я расскажу о нашей программе, специальной социальной канвы для НТО. И, судя, в принципе, по представлениям, для многих это актуально. Но, тем не менее, для тех, для кого, кто не подходит по регламенту под эту программу, в принципе, будет полезно сегодня посмотреть, на что способна бесплатная версия Canva, потому что у нас нет задачи монетизировать все, буквально абсолютно все. То есть, да, есть платные определенные функции, но здесь нужно всегда задаваться вопросом, а нужны ли они мне. То есть входит ли это в тот диапазон задач, которыми я обычно занимаюсь. Так, ну неплохо продвигается дело, много голосов. Ну и, в принципе, давайте, наверное, уже подводить итоги, потому что у нас практическая часть очень насыщенная будет. Итак, у нас по три голоса стоят на пункте создавать видео нестандартных размеров, три голоса на загружать свои видео, по два скачивать видео длиннее пяти минут, добавлять несколько дорожек аудио, загружать свои аудио и добавлять переходы между кадрами. И один голос за видео в HD. Ну, конечно, может быть, это такой забавный момент, но это был вопрос с подвохом. Подвох заключается в том, что здесь нет ни одной опции, которая не была бы включена в бесплатную версию Canva. Это все бесплатное. И я, по ходу, прокомментирую, значит, видео в HD. HD формат в Canva идет по умолчанию, и он единственный. В версии Canva Pro можно создать, если использовать настраиваемый размер, 4K. Но, в принципе, как правило, все используют HD. То есть 4K далеко не для всех актуален, особенно если мы говорим о социальных сетях. Так вот, HD 1920 на 1080. Это формат единственный, который идет в Canva по умолчанию. Неважно, премиум-версия или бесплатная версия. Двигаемся дальше. Скачивать видео длиннее 5 минут. В Canva нет никаких ограничений по длительности видео. Единственное ограничение, которое есть у бесплатных пользователей, когда мы говорим, в принципе, о хранилище, это размер его 5 гигабайт. То есть, когда человек зарегистрировался в Canva, он получает хранилище облачное размером 5 гигабайт. Так же, как вы, наверное, встречали в почте, когда вы используете свой почтовый ящик, там пишется, допустим, из 15 гигабайт использовано там, не знаю, 400 мегабайт и так далее. И по мере того, как вы освобождаете место, если вы достигли вот этого лимита, вы можете использовать его заново. Так вот, 4 гигабайт, прошу прощения, 5 гигабайт хватит для того, чтобы, я не знаю, сотни видео для социальных сетей сделать и чтобы их хранить. Спустя какое-то время, конечно, можно удалить что-то, может быть, сделанное, не знаю, год назад и так далее. Но ограничений по длительности видео нет разумных. То есть, если, конечно, видео длится, не знаю, 100 часов, понятное дело, что просто элементарно программа не сможет это условно переварить, потому что это огромное потребление ресурсов. Так, я рад, что никто не проголосовал за скачивать видео без водяных знаков. Действительно, если это ваш собственный материал, если вы не использовали какие-то видео платные из стоковой библиотеки нашей встроенной, если вы не использовали какие-то платные значки или фотографии, на этом видео не будет никаких водяных знаков. То есть, не важно, что вы его сделали в канве. Это ваша работа, и там будет именно только то, что добавили вы. Так, сохранить видео GIF тоже никто не проголосовал. Все верно, GIF можно сохранять совершенно спокойно. Добавлять несколько дорожек аудио. Опять же, неверно в любой версии, сколько угодно, если это имеет смысл. Там 2, 3, 5, 10 и так далее. Этот функционал был запущен не так давно, буквально пару месяцев назад. Вышла новая версия редактора, и это все бесплатно. Далее, создавать видео нестандартных размеров. Если мы делаем видео, скажем, под 4K, тогда да, то есть, когда мы увеличим 1020 на 1080 в два раза, то есть с большим разрешением, то есть такое видео все равно будет скачиваться, естественно, в формате HD номинальном, 1920 на 1080. Если мы хотим сделать видео размером, не знаю, 1500 на 30 или там 800 на 1600, пожалуйста, сколько угодно. То есть просто выбираем настраиваемый размер, указываем количество пикселей и создаем наше видео. Никаких проблем. Записывать скринкасты. Новый функционал появился, наверное, пару недель назад, и он доступен тоже в любой версии, совершенно бесплатно. И я покажу, собственно, как это работает. Загружать свои видео. Здесь я, честно говоря, удивлен, что столько голосов, потому что вот я в бесплатной версии, сейчас обратите внимание, у меня здесь кнопка сверху «Перейти на Canva Pro». Вот я специально открыл именно бесплатный аккаунт. Вот, пожалуйста, мои загрузки. Я загружал аудио, я загружал видео, гифки, mp4, я загружал изображения. Так что никаких проблем с загрузкой здесь нет, сколько угодно. До 5 гигабайт. Загружать свои аудио тоже, в принципе, только что ответил на это. И добавлять переходы между кадрами. Совершенно спокойно в любой версии. Об этом мы поговорим в практической части. Ну что, спасибо всем, кто поучаствовал. Я думаю, это было прикольно. В принципе, такой небольшой айсбрейкер. Ну а теперь давайте двигаться уже, переходить к практике. Итак, начнем с самого главного, наверное, с оперирования ключевыми словами. То есть я покажу первый неправильный подход, когда человек открывает Canva, например, и у нас сегодня основная тема будет Instagram Stories, то есть привязки к видео. Допустим, нажимать на шаблоны и смотреть так вот «История Инстаграма». Окей, сейчас откроется страница маркетплейса, где в разброс по различной тематике, различные шаблоны. И когда проблема возникает в том, что диапазон пользователей, то есть аудитория пользователей, совершенно разная. То есть это могут быть, как, не знаю, воспитатели детских садов, так и крупнейшие компании. Поэтому здесь шаблоны для всех, на любой вкус. То есть чтобы вы могли для себя найти то, что нужно вам. Вот, соответственно, когда человек, допустим, хочет подготовить какой-то информационный материал, он листает эти материалы и не понимает, так, что я могу вообще использовать из этого для информации. И для этого как раз-таки необходимо оперировать ключевыми словами. То есть все мы пользуемся поисковыми системами. Естественно, для того, чтобы найти то, что нам нужно, мы составляем какой-то поисковый запрос. Правильно? То есть мы добавляем одно слово, второе, составляем фразу и так далее. Так вот, вот эта поисковая строка, это, по сути, тот же самый поисковик, только который ищет материал внутри Canva. И здесь мы тоже можем экспериментировать сколько угодно. То есть добавлять новые ключевые слова. То есть одно использовать, прибавить к нему что-то еще. И еще, может быть, для уточнения. Покажу несколько вариантов, которые, на мой взгляд, могут быть актуальны вообще сегодняшней нашей, скажем так, в той сфере деятельности, которую большинство сегодня представляет. То есть это некоммерческие организации, СМИ, то есть сториз, которые каким-либо образом показывают именно информацию. То есть не эмоции, не что-либо, а именно информацию. Так, первый вариант. Я буду писать на английском. Почему? Потому что, ну, во-первых, для всех это будет универсальный вариант. Во-вторых, поскольку платформа австралийская, и большинство пользователей все-таки англоязычные, и дизайнеров-контрибьюторов тоже англоязычных, соответственно, если мы ищем на английском языке, мы просто получаем доступ к большему количеству шаблонов. Итак, калаш и добавляем story. То есть первый вариант, мы пишем, то есть концепция, то есть какая нам нужна концепция оформления, это концепция калаш. Второе ключевое слово, собственно, тип графики, stories, stories. Нажимаем. Выходят варианты. И сразу те, кто не смогут использовать версию Canva для НКО, кто не будет покупать, оформлять для себя, допустим, подписку Canva Pro, решит работать именно с бесплатной версией, сразу предлагаю открывать сверху фильтр и фильтровать все до бесплатных, чтобы просто под руку не попадались шаблоны, которые нельзя использовать. Бесплатных здесь тоже куча. Видите, только по этому достаточно узкому запросу 329 шаблонов. Опять же, не каждый из них подойдет, но в принципе, когда мы представляем какую-то новостную историю, условно сосредоточимся на новостной истории. То есть, естественно, мы можем использовать несколько графических элементов и какой-то, допустим, заголовок, небольшую надпись. Так вот, эти графические элементы можно, в принципе, подавать в формате калаша. То есть, вам уже не нужно будет продумывать, то есть, как вот эти две фотографии, то есть, разместить их просто рядышком друг с другом. Ну, может, это, скорее всего, будет смотреться скучно. А если не так, то как? То есть, вот этот формат вам подскажет, как в рамках Stories можно собрать свой калаш. И далеко не всегда необходимо смотреть на стилистику, потому что детские, допустим, какие-то элементы или, допустим, элементы, которые по стилистике не подходят, их всегда можно убрать и заменить на свои. То есть, повторяя тот паттерн, который уже заложен дизайнером. Пока просто по ключевым словам я показываю несколько вариантов. Следующий – это society, то есть общество. Что-то связанное с обществом. Здесь уже больше, более информативные шаблоны. То есть, и опять же, если мы открываем просто marketplace с Instagram Stories, вам придется скроллить очень долго, чтобы найти хотя бы один из них, и тем более вот эту всю кучку. То есть здесь мы видим очень короткие информативные материалы. То есть какой-то крупный текст, скажем так, заголовок, или какая-то основная мысль, основная идея, что мы хотим донести до аудитории. Или какой-то дополнительный текст, который можно удалить, если есть необходимость, или можно, допустим, чуть-чуть побольше сделать и так далее. Но сама концепция здесь уже есть, того, как можно подавать, допустим, просто голую текстовую информацию или с минимальным оформлением. Здесь, допустим, вообще уже такой формат инфографики вступает в игру. Проскролливаем это все до конца. И сразу покажу, обратите внимание, что желательно для себя делать тоже заготовки. Потому что важный момент. Мы, когда начинаем работать с Canva, и вообще, когда начинаем вести, допустим, аккаунт, не знаю, в Instagram, понятное дело, что мы создаем, во-первых, для себя какой-то контентный план. Во-вторых, мы определяем для себя несколько типов подачи информации. То есть это не будет каждый пост совершенно разным дизайном. Это получится просто такой попугай. То есть сегодня какой-то один дизайн, завтра другой, через месяц будет уже 31 и тому подобное. То есть мы выбираем условно 10 форматов, и мы их чередуем, привязываем каждый из этих форматов к нашему контентному плану. Так вот, когда вы перелистываете вот эти шаблоны, вы определяете для себя, что я буду использовать, что будет актуально. Допустим, у меня будет какая-то социальная рубрика, где будет статистика. Например, условно, понравился этот шаблон. То есть всю информацию, где будет вот такая статистика, я буду подавать вот таким вот образом. То есть сегодня, через неделю, через две недели и так далее. Другая информация пойдет другим форматом. Для этого я проскрою еще варианты. Но статистика будет идти вот так вот. Для этого что мы делаем? Мы можем добавить, вот здесь просто нажать на звездочку и добавить это в избранное. Сразу покажу, где находится это избранное. На главной странице открываем все папки. И вот оно, дефолтная папка избранная. То есть вот здесь появляется наш материал. К нему можно получить доступ также уже и внутри редактора, но к этому мы непосредственно чуть позже вернемся, потому что мы будем как раз-таки моделировать разные материалы в нашу Stories. Так, двигаемся дальше по ключевым словам. Что для нас еще релевантно? News. То есть мы сами для себя определяем, что для нашей темы может быть актуально. Новости в переводе с английского. Тоже я отфильтрую на бесплатных. Понятно, что в платной версии много, в принципе, все шаблоны доступны. То есть вот таким образом можно подавать новости. То есть издание, я не знаю, университет, организация. То есть произошло какое-то событие. И в чем заключается Stories информационный? То есть мы подаем какой-то визуальный объект, то есть может быть крупным планом на весь дизайн. Может быть, допустим, здесь. То есть это не фоновое изображение, это небольшое изображение. Заголовок и опять же небольшое описание. То есть вот этот формат можно использовать для подачи информации. Идем далее. Специфичный запрос, но очень актуальный для многих. SDG. В переводе, то есть это цель устойчивого развития. Sustainable Development Goals. То есть, соответственно, по этому запросу мы получаем, опять же, материал, который несет в себе определенную статистику, который несет в себе определенный месседж. То есть что мы хотим донести, какая-то проблема, решение и так далее. Опять же, перелистываем варианты. И то, что нам понравится, мы добавляем себе в копилку. Которую потом мы можем, в принципе, уже фильтровать вторым этапом. То есть что из того, что мы отобрали, мы можем использовать. Ну, это стандартный подход. То есть здесь мы просто выбираем уже готовые шаблоны по формату Stories и от них отталкиваемся. То есть это вот то, о чем одна из наших участников сегодня сказала, что было представление о том, что это все по шаблону. То есть один человек так делает и еще 50 других тоже так делает. Я здесь прокомментирую о том, что если мы используем какой-то уже готовый макет, то, естественно, мы туда добавляем какие-то свои элементы. То есть свой фирменный цвет, свой фирменный шрифт, какие-то, может быть, логотип свой, еще что-то. То есть в любом случае это уже переработанный материал. Мы просто не придумываем с нуля, где это размещать. Справа, слева, повыше, пониже, на всю ширину или как-то поуже. То есть мы закладываем в этот паттерн просто свою собственную информацию. Она в любом случае выглядит уже по-другому. Но это детали. Сейчас я хочу показать важный момент, который я называю комбинирование шаблонов. Это использование вообще в принципе любой, всей библиотеки Canva. Естественно, если подходит это по формату, по стилистике. Как из любого шаблона, из большинства из них, сделать собственную историю, с уникальной. Я хочу показать это на примере. Несколько вариантов. Начну с неожиданного фото-бук. Кто-то может сказать, при чем здесь фото-бук, когда мы говорим о Instagram Stories. Суть заключается в чем? Фото-бук из чего состоит? Он состоит из фотографий. И он, как правило, состоит из минимального количества текста. Минимального количества текста. В этом и заключается основная логика Instagram Stories. То есть, что мы видим там? Мы тоже видим там минимальное количество текста, потому что иначе будет это все сложно читать. И мы видим какой-то визуальный объект, как правило, крупным планом. Так вот, здесь в фото-бук, та же самая концепция уже есть. И хочу показать пример. Вот смотрите. Например, вот эта фотокнига. Она по формату вообще, то есть она прямоугольная. Но сейчас я на ее основе смогу совершенно спокойно сделать свою Stories. И еще одно преимущество здесь заключается в том, что фото-бук – это многостраничные дизайны. А многостраничность означает, что если мы делаем Stories с продолжением, то есть нам, соответственно, нужно, чтобы у нас одна стилистика была выдержана на различных, то есть там сколько их, 10, 20 и так далее, то есть в Stories их историях. Но при этом мы не можем повторять один и тот же паттерн на каждой Stories. То есть на первой, то есть оформление должно быть одинаковым, похожим, но при этом расположение, концепция верстки должна быть разной везде. Вот здесь как раз-таки это все повторяет. Опять же нажмем на избранное, но теперь в папку сюда не будем заходить, нам это не нужно. Мы нажмем создать дизайн и история Инстаграм. Окей, прогружается рабочее поле. Теперь нажимаем на вкладку «Еще», выбираем папки, избранное. И вот он наш материал. Все 22 страницы, как на ладони. Открываем и выбираем, например, первую. То есть фон автоматически садится на все полотно, то есть по размеру Stories. Проблема пока в этом, то есть объекте. Он не может оставаться в таком виде. Но здесь мы уже слегка включаем просто видение, не дизайнерское видение, а просто видение человека, который работает, в принципе, когда-либо работал с каким-либо визуальным материалом. То есть вот обратите внимание, сейчас открою в оригинале его, чтобы было понятнее. А, ну да, здесь у нас. То есть у нас, в чем заключается суть? То есть у нас верхние две фотографии блок доходят до самого верха, нижние две фотографии доходят до самого низа. По центру размещается какая-то надпись. Соответственно, здесь мы просто-напросто повторяем ту же самую концепцию. То есть мы растягиваем эти две фотографии до верха, размещаем это все по центру. То есть и здесь не принципиально, что вот эта рамка обрезается, потому что, в принципе, у нас то есть фотоматериал, который мы готовим, он в большинстве случаев сюда будет вложиться. То есть там будет все видно. Здесь совершаем то же самое действие. Надпись делаем крупнее, естественно. Потому что это Stories, она просматривается на маленьких экранах. Пожалуйста. То есть мы перенесли концепцию оформления одного материала, который по формату вообще не имеет никакого отношения к Stories, в другую концепцию. Это может быть наша обложка. То есть стартовая страница. Далее мы хотим продолжить это. То есть нам уже не нужно думать, как же это сделать, чтобы оно было как-то похоже хотя бы немножко на то, что мы сделали на первой странице. Мы выбираем, собственно, продолжение этой фотокниги, потому что фотокнига всегда будет смотреться гармонично и логично. То есть перетекает с первой страницы на вторую, со вторую на третью и так далее. То же самое. Добавляем этот объект. Надпись сразу сделаем крупнее. Эти объекты можно, в принципе, разместить побольше, сделать побольше. И так далее. То есть третья страница. Выбираем третий вариант. Небольшие ручные корректировки. То есть мы получаем уже необходимый формат. Так, здесь я хочу показать еще один такой момент важный, который... Сразу обращу, кстати, внимание на то, что, несмотря на то, что сегодня речь идет о видео и о сторис, об историях в Instagram, принцип работы, он аналогичный во многих моментах. То есть неважно, если вам не нужны истории Instagram, то есть вы можете его применять в презентациях. Вы можете его применять при создании плакатов, чего угодно. То есть всего, что доступно, в принципе, в Canva. И вот один из таких моментов, который повторяется. То есть если... Первое, это у нас комбинирование шаблона. Второе, это настройка цвета по фотографии. Не многие знают вообще о существовании такой опции, но она очень удобная. Давайте сделаем следующим образом. Здесь напишем, например, equality. Пусть это у нас будет тема по равноправию. Шрифт, естественно, мы заменим на какой-то более, скажем так, соответствующей теме. Ну, условно. Я сейчас не буду, я не претендую сегодня на какую-то конкретную дизайнерскую точность. То есть мы разбираемся с концепцией работы. И теперь мне нужно изменить цвет. То есть я могу, конечно, выбрать, да, там вот фон, нажать на цвет, использовать какие-то здесь подсказки, допустим, поиграть с этой панелью. Но я не дизайнер, да, то есть мы сегодня не говорим о том, что мы дизайнеры. То есть нам нужно простое и быстрое решение. Что для этого мы делаем? Открываем вкладку элементы. В строке поиска забиваем любое ключевое слово, которое может относиться к нашей теме. Может быть, у нас просто есть представление, что, допустим, какой-то объект, на нем содержатся цвета, которые подходят под нашу тематику. Допустим, equality. Вот я для примера я тоже экспериментировал. Вот эта фотография. Да, то есть она непосредственно имеет отношение. То есть цвета достаточно спокойные, спокойный фон. Давайте, кстати, его и поместим, в принципе, куда-нибудь сюда. там это уже дизайнер-подгонник, в смысле создатель-подгонник, не в этом суть. Добавляем просто сюда эту фотографию. Да что ж такое? Нажимаем правую кнопку мыши и в самом низу есть пункт применить цвета к странице. Нажимаем. Фотографию можно удалить. То есть у нас автоматически оформляется нужным текстом цвет и фон. То есть если есть какие-то другие элементы, на рамки не смотрите. То есть рамки, они с статичным черным цветом, который мы изменить не можем. То есть мы можем заменить рамки. но любые объекты, которые перекрашиваемые, они будут пропорционально скажем так, изменять свою палитру. Я могу показать сейчас на каком-то более, чтобы было понятие на этот момент. Откроем какую-нибудь презентацию. Допустим, любая будет, например, вот эта. Как раз-таки такие очень цвета, там смотрю, темные. Здесь будет видно, то есть очень большое количество объектов. То есть здесь мы видим, во-первых, есть текст, есть цвет фона, есть цвет этого текста, есть цвет вот этих элементов. Давайте проделаем то же самое. Выберем, например, условно ту же самую фотографию. Сожмем ее, чтобы было сразу видно. Применить цвета к странице. То есть эти все автоматически перекрашивается. Если мы недовольны результатом, то есть не всегда бывает, что с самого первого раза программа не означает, что с первого раза любая фотография выдаст результат, который будет идеальным на 100%. То есть мы можем это все перемешать. Как правило, конечно, самый лучший вариант, когда с первого раза мы видим тот вариант оформления, который является действительно классным. Мне кажется, что он как раз таки и является оптимальным, поэтому эта фотография хорошая. То есть если мы аналогичным образом раскрашиваем еще 10-20 других страниц, то есть нам будет просто удобнее копировать это фото на второй слайд. То есть и один раз достаточно кликнуть здесь и также повторяем это действие на третьем, четвертом и так далее. То есть а не нажимаем, не перемешиваем 2, 3, 4 раза пока дойдет до нужного результата. Это небольшое отступление от темы просто, чтобы был понятен принцип. Также можно появился новый недавно функционал, который многие ждали. Если мы у нас не получается по фотографии раскрасить так, как нам хотелось бы, мы можем использовать кипетку. Нажимаем еще раз повторю, нажимаем на цвет, нажимаем на крестик выбора и вот здесь вот кипетка. Мы ее выбираем, стандартный в принципе вариант, наводим на какую-либо область на экране и все это окрашивается. Но это окрашивается один объект, то есть текст, естественно, нужно будет уже вручную той же самой кипеткой менять как шаг номер два. Поэтому я все-таки рекомендую, особенно не дизайнерам, использовать именно применение цвета с фотографией. так, следующий вариант в принципе по поводу презентации, то есть аналогичным образом мы переносим контент фотокниги в свою сториз. и там уже делаем вписываем все, что угодно, растягиваем, может быть, это если необходимо, делаем побольше, поднимаем, упускаем и так далее. Второй вариант мы можем использовать тоже неожиданно будет, наверное, презентейшнс и стустейнабл. Опять же, первый вариант это тип графики, второй о чем, то есть опять же к целям устойчивого развития. Мне просто очень нравятся эти варианты. Там огромное количество вариантов верстки, то есть концепции, как подается материал. Фильтруем до бесплатных. Давайте напишем презентейшн. Да, вот. То есть видим вот эти варианты презентации и выберем какой-нибудь, ну, допустим, вот этот. То есть сейчас мы с вами открываем просто самую обычную презентацию. Тоже вопрос может возникнуть, зачем она нам нужна. А, прошу прощения, мы ее не открываем, мы добавляем ее в избранное. Конечно, можем мы из открытой скопировать то, что нам необходимо, но через избранное намного удобнее. Но вернемся в нашу условную Stories. Мы сейчас не претендуем на историю, поэтому у нас первые три слайда будут из одной серии, вторые, следующие из другой. Итак, открываем избранное. Обновим страничку, чтобы у нас появилась презентация, которую только что нажали. Раз, два, три, избранное. Вот она у нас. Опять же, нажимаем на нее, у нас выходит весь набор слайдов. Обратите внимание, что не все из этого, естественно, нам так или иначе будет подходить. Но, что нам будет подходить? То есть, мы здесь, опять же, можем смотреть на концепции, то есть, какие слайды содержат максимум визуальной информации и минимум текста. То есть, опять же, повторяют, в принципе, суть Stories. Вот, например, вот эти титульные листы разделов. То есть, нажмем на него, предположим, это у нас какая-то тема. То есть, человека мы подвинем сюда, возьмем эту плашку, ее сделаем, соответственно, покрупнее. и это, по сути, может выполнять уже роль нашей тоже, скажем так, промежуточной Stories. То есть, у нас, допустим, длинная история, то есть, из нескольких страниц, условно скажем, нескольких страниц или кадров. То есть, титульный лист для одной, титульный лист для другой и так далее. То есть, мы можем вот это просто брать из презентации. Еще один вариант. Например, вот этот, давайте попробуем. Здесь уже идет какая-то определенная информация. Тоже, что делаем? То есть, просто-напросто растягиваем надпись, то есть, она у нас ключевая, центральная. Сделаю покрупнее. Здесь у нас какие-то тексты внизу, то есть, ну давайте их оставим, если они нам нужны, предположим. Просто по логике, естественно, перемещаем это все вниз. Можем сделать шрифт покрупнее, не можем, а должны, если мы это оставляем, чтобы он читался. Растягиваем, соответственно, эту надпись тоже. Выравниваем по линейкам. Линейки показывают, где у нас границы, то есть, по которым мы располагаем материал. Здесь давайте сделаем шрифт 40 условно. секцию поднимем. Значки сделаем покрупнее. То есть, как видите, я концепцию не ломаю. То есть, я ее оставляю такой, какая она и была. Я просто объекты делаю какие-то побольше, чтобы это несло необходимую смысловую нагрузку. Например, так. Так, выключим здесь сейчас анимацию. По поводу анимации я потом скажу отдельно. Сейчас пока я сделаю это быстро. И, например, здесь добавлю эффект печать. И теперь посмотрим в полноэкранном режиме, что у нас получилось. А, прошу прощения, я перенесу это в начало, потому что у нас там эти слайды, которые не имеют отношения к теме. Как вариант. То есть, опять же, буквально сколько у меня времени заняло? Это минуту, полторы. И с учетом того, что я еще объяснял, показывал. То есть, когда мы понимаем, что мы хотим показать, то есть мы просто-напросто еще быстрее можем эту концепцию переносить на то, что нам необходимо показать. Это очень актуально, как раз-таки презентация актуальна для социальных тем, для общества, то есть, где мы в основном империруем информацию. Так, и еще один важный момент здесь хочу обратить внимание. Многие упускают это при создании информационных stories. Несмотря на то, что мы увеличили, сделали больше вот этот текст, его все равно в какой-то степени, скажем так, немало. Поэтому, что мы можем сделать для того, чтобы, скажем так, сфокусировать еще больше внимания человека. То есть, мы должны использовать хайлайты. То есть, так же, как в презентации, то есть, выделения какие-то, то есть, показать, что в этом тексте является ключевым. Вариантов, как это сделать, можно. Есть несколько. Самый простой, естественно, ну, давайте под... Ну, AO-Important, здесь это будет ключевая фраза. То есть, на это нужно акцентировать внимание. То есть, мы просто-напросто нажимаем на цвет текста, ну, и выберем, например, такой вот контрастный. То есть, у нас уже не просто кусок текста, у нас кусок текста, в котором уже есть какой-то акцент. То есть, на что-то мы обращаем внимание. То есть, наши подписчики обращают внимание. Так вот, этот прием, кстати, очень, в принципе, можно повторять везде. То есть, неважно, что мы делаем. Стандартное видео, там, не знаю, для YouTube, делаем ли мы презентацию или еще какой-то материал. Когда информации много, этот момент нужно использовать, потому что это позволяет аудиторию разбудить. Другой вариант, если мы, допустим, хотим подчеркнуть эту надпись, потому что здесь текста слишком много, что мы можем сделать. Не перекрашивать ее, просто нажимаем на эффекты и выбираем уже готовый вариант фон. Цвет фона настраивается. То же самое. Спускаемся чуть-чуть пониже. Здесь есть квадратик с выбором цвета и выбираем, давайте выберем что-то более нейтральное, например, такой цвет, а сам шрифт мы сделаем светлым. Условно. Здесь, конечно, это не очень смотрится, потому что это так и так заголовок. Но если мы, допустим, разделим это, давайте так и сделаем, чтобы я сделаю две надписи. Здесь мы уберем SGDS, здесь мы уберем Priority. Помещаем это сюда. И теперь мы подчеркиваем только, допустим, SGDS. Нажимаем эффекты, фон, не знаю, цвет. Можно так сделать. Кстати, обратите внимание, здесь также настраивается тоже. Учитываем стилистику, то есть у нас здесь стилистика шаблона, она достаточно угловатая. У нас нет здесь округлых объектов, поэтому вот это округлое выделение, оно несколько выбивается. Что мы делаем? Просто округлость доводим до нуля. Распространить можем сделать это, то есть, скажем так, тень, сделать ее поменьше, чтобы она, конечно, выделялась, но не кричала. Условным образом как-то так. То есть, если мы разобьем надписи вот этого текста, то есть мы можем сделать то же самое по-быстрому и здесь. Это уже полностью на усмотрение автора. Опять же, откроем в полноэкранном режиме. То есть, была презентация, стала Stories. И ни у кого такой Stories, такой версты нет. И последний вариант по поводу ключевых слов и по поводу комбинирования я хотел бы порекомендовать. Здесь уже будет вообще минимум текста. Это, опять же, нестандартный вариант. Magazine, то есть, журнал. Думаю, что логика уже прослеживается. Что такое журнал? По сути, это та же Stories, но с чуть-чуть большим количеством надписей, только в печатном виде. То есть, там идет большое изображение, идет какой-то большой заголовок и, как правило, крупным тоже шрифтом какие-то короткие дополнения. То есть, опять же, конструкция Stories. Это не означает, что абсолютно любой шаблон для журнала будет подходить. То есть, естественно, нужно смотреть, что будет адекватным, что будет неадекватным. Но, тем не менее, во-первых, допустим, здесь одностраничный вариант. Есть варианты в несколько страниц. Я сейчас попробую. Мы просто наводим на каждый шаблон, и нам должно показаться, сколько страниц из скольки. Ну, допустим, здесь видим три страницы. То есть, внутри вот этих версток, как правило, тоже можно найти что-то с очень крупными надписями, с какими-то визуальными объектами, ярко выраженными, и может быть короткой дополнительной надписью, которая прекрасно ложится в формат Stories. То есть, там уже не нужно думать, мелко это или не мелко, будет это заметно, понятно или нет. Покажу на примере, вот, собственно, вот этом, первое, которое я показывал. Вот это обложка журнала, стандартная. Нажмем «Вызбранное», добавим ее в «Вызбранное», откроем, где наша, вот она, тестовый наш файл, разнобойный, открываем «Вызбранное», давайте здесь в начало добавим страницу и нажимаем сюда. То есть, все, концепция уже легла. Единственное, что нам нужно сделать, это, ну, понятное дело, убрать, штрих-код, потому что он не имеет никакого отношения к электронным материалам, и растянуть фотографию до краев. Эту надпись смотрим на линейку, вот она разместилась по центру. То есть, с этими надписями, в принципе, можно поэкспериментировать, если они нужны, то есть, можно сделать, допустим, шрифт, там, не знаю, побольше и так далее. Это уже полностью на усмотрение автора зависит от конкретной ситуации. Сам факт, концепция, то есть, это тоже может выполнять функцию такой промежуточной, допустим, или стартовой обложки. Здесь тоже можно добавить определенную анимацию. Мой любим, конечно, эффект, печатная машинка. Открываем Ctrl-P. Все. Stories тоже готово. Не смотрите, не обращайте внимания, кто не знаком, еще хорошо сканывается на водяной знак. Это просто фотография, которая является премиум. Если мы сюда поместим абсолютно любую, там, не знаю, джаз, да, что у нас тут исполнитель какой-то. Ну, условно, не вдаваясь в суть. Это бесплатная фотография. Все, у нас ушло уведомление о том, что нужно удалить водяные знаки. У нас нет, в принципе, здесь водяных знаков и так далее. То есть, мы спокойно это используем. Аналогичным образом, если мы загружаем собственные, вот здесь через загрузки, собственные изображения, то есть, на них тоже водяных знаков не будет. Водяные только на вот всех изображениях, видео, в значках, которые с пометкой PRO. Так, двигаемся дальше. Следующий пункт у нас это монтаж видео. Собственно, сейчас мы в большей степени говорили о комбинировании шаблонов, о концепции, то есть, какую концепцию вообще закладывать в свой материал. Сейчас поговорим непосредственно о том, как можно монтировать. Давайте, у нас здесь было удалим. Так, и можно было, в принципе, и не удалять. Я на всякий случай верну. для того, чтобы работать с видео полноценно, то есть, чтобы, скажем так, активировался редактор, активировался редакторский функционал, нам нужно нажать создать дизайн и выбрать историю Инстаграма. Так, или давайте попробуем другим вариантом видео Инстаграма. нам нужна категория именно короткое видео для Инстаграма. Я сейчас покажу, в чем разница. Потому что сторис, они бывают разные, то есть, как статичные, но с анимацией, так и именно видео. Нажимаем создать пустой. И обратите внимание на разницу. То есть, мы, когда нажали создать пустое видео для Инстаграма, у нас здесь появилась, во-первых, кнопка проигрыша, и далее уже, то есть, это идет формат тот же самый, страница, но в данном случае это кадр. Здесь, когда просто сторис, с фотографиями, с анимацией и так далее, у нас формат тот же самый, который у нас применяется и для презентации и тому подобного. То есть, здесь кнопки play нету. Так, возвращаемся сюда, добавим любое. Можно, в принципе, шаблон выбрать любой. Применим три страницы. Итак, три страницы, то есть, означает, что у нас три кадра. Первый, второй, третий. Если мы хотим менять содержание, мы, естественно, создаем новый кадр. и так, самые базовые вещи. Здесь у нас стоит видео. Соответственно, когда мы нажимаем на текст, у нас сверху появляются настройки текста, когда нажимаем на, допустим, изображение, у нас появляются другие настройки для изображения уже. Когда мы нажимаем на видео, у нас, опять же, меняется панель ее содержания и появляются настройки для видео. их немного, но для того, чтобы создавать красиво оформленный материал, их вполне достаточно. Первое, естественно, это обрезка. Предельно простая. Здесь, видите, уже в шаблоне материал обрезан. Слева, справа есть просто самые предельно простые в использовании ползунки, которые показывают хронометраж. То есть, сколько секунд, не знаю, или минут будет длиться это видео. если оно особо, скажем так, повторяется, вернее, если мы хотим выбрать какой-то другой фрагмент видео в пределах хронометража, 5,1 секунды, мы можем просто эту выделенную область перемещать здесь. То есть, уже не настраивая хронометраж заново. То есть, то, что нам понравилось, останавливаем и нажимаем готово. То есть, аналогичным образом делаем и с последующими видео. То же самое обрезка и так далее. Марк, то сразу вопрос. Простите, я вас перебью, наверное, потому что вопрос в тему про длительность уточните или повторите. Можно ли сделать четырехминутный кепшн-видео тут спрашивают. Кепшн имеется в виду с захватом экрана? Нет с субтитрами именно четыре минуты? Ну, по поводу времени, как я уже говорил, ограничений нет. То есть, это может быть четыре минуты, это может быть сорок минут, это может быть четыре часа, просто нужно учитывать, что, допустим, четыре часа, естественно, будет занимать время на обработку, потому что это все происходит онлайн. Если интернет-канал хороший, если оборудование в принципе хорошее, то есть девайс, то в принципе проблем не будет и с четырьмя часами. А субтитры, я так понимаю, в принципе, обычным текстом можно ставить на определенное время. Да, субтитры пока обычным текстом, просто, наверное, сменой кадров, то есть, допустим, здесь, допустим, две надписи, здесь, другие две надписи и так далее. То есть, непосредственно такого функционала, чтобы заложить текст субтитров, и они каким-то образом бы там текли, такого пока нет. Но зато бесплатно, я могу так сказать. Кстати, это важный момент, потому что, если просто объективно кто-нибудь проведет исследование по поводу видеоредакторов, но где-то обязательно какие-то ограничения есть, которые не позволяют получить нормальный видеоролик, не заплатив. Так, настройки, значит, обрезка, здесь все предельно просто, так же, как с фотографиями, обрезаем просто само. Сам кадр, полотно, то есть, недлительность, если есть такая необходимость, переворот по горизонтали, по вертикали, насколько это может быть актуально. Если видео было снято со звуком, то есть, допустим, какие-то фоновые шумы и так далее, мы этот звук можем либо сделать потише, то есть, вот здесь настройка, либо свести до нуля. То есть, свести до нуля, можно просто нажать на выключить, и все. То есть, никаких звуков, с которыми было снято видео изначально, уже здесь не будет. То есть, будет только то аудио, если оно нам нужно, которое мы добавим в виде дорожек. Ну, и, соответственно, прозрачность и так далее, все это тоже настраивается. Здесь принцип в данном случае тот же самый, что и с фотографиями. И еще хочу обратить внимание, раз я уже об этом сказал, многие тоже как бы исходят из того, когда создает дизайн, что видеодизайн должен именно укладываться в какую-то концепцию, которая изначально названа как дизайн, не знаю, видео. То есть, видео для чего-то. Это не имеет никакого значения. То есть, вы можете взять абсолютно любой шаблон, условные, скажем, плакаты, где присутствуют фотографии. На место фотографии поместить видео, у вас будет видеодизайн. То есть, в этом как раз-таки и особенность Canva в том, что она позволяет создавать красивые видеодизайны. Допустим, фотография, то есть, я ее перетаскиваю сюда, у меня вместо видео появляется фотография. И точно так же на место фотографии я помещаю видео в те же самые границы. Так, двигаемся дальше. Следующий пункт у нас переходы. То есть, важный момент, тоже очень многие задаются вопросом. Посмотрим вообще. Так, выключим звук. Пущу еще раз. Почему-то у меня нет. здесь не совсем было, конечно, понятно, потому что здесь присутствуют анимации, которые добавлены к элементам и к тексту. Если мы сейчас ее уберем, попробуем сделать по-быстрому, так нажмем, да, вот, когда мы нажимаем на фон, у нас здесь появляется эффект анимации сдвиг. Давайте его уберем отсюда. Надеюсь, на элементах его нету. Повторим действие тоже, здесь тоже, удалить анимацию. И здесь тоже самое, удалить анимацию. Для чего это делать? Для того, чтобы показать именно, как работают переходы между кадрами без анимации на других элементах или на самой странице в целом. Сейчас могли видеть, что переход между первым и вторым кадром получился достаточно резким. Особенно с учетом того, что меняется концепция, то есть первого и второго кадра, то есть компоновка. Для этого мы просто между каждым, между двумя кадрами, здесь есть значок плюсика, здесь и так далее, по мере того, как мы добавляем новые кадры. Нажимаем сюда. Первое можем, естественно, добавить страницу, если нам условно страницу, кадр между двумя нам сейчас это не нужно. Мы нажмем на второй значок, это добавить переход. Переходов здесь немного, но в принципе для видео нормального, профессионального их особо много и не нужно, на самом деле, чтобы это не превращалось в какой-то скажем так, кто, не знаю, многие, наверное, сталкивались с различными слайд-шоу и так далее, где там что-то то выплывает, то падает вниз, то какими-то ромбиками появляется и так далее. То есть здесь, по сути, достаточно одного вот этого эффекта. Растворение. номинально сейчас, когда вы видели превью, это тоже не совсем то, что нужно. То есть где-то может быть это, конечно, актуально, но в большинстве случаев это не работает. То есть это, опять же, какое-то очень медленное растворение, которое выдает в человеке не совсем профессионального видеоредактора. Соответственно, мы этот параметр растворения можем уменьшить. То есть и тогда переход будет более плавным, то есть растворение будет, но оно особо не будет заметным. То есть мы практически не заметим, что там какой-то эффект между двумя кадрами, просто это не будет резкого переключения. Поставим, допустим, 0,2 секунды, 0,2 секунды. То есть обратить внимание уже намного плавнее. нас это не устраивает, мы можем еще поэкспериментировать. Здесь все это настраивается. И более того, если мы хотим это логично, когда мы работаем над материалом, естественно, логично использовать в большинстве случаев какой-то один эффект. Если где-то и присутствует, должен быть другой переход, его проще потом вручную добавить в двух-трех местах. А так, чтобы не по-отдельности, можно просто здесь выбираем растворение, настраиваем продолжительность и потом снизу нажать применить ко всем страницам. то есть везде этот эффект будет уже повторяться. Следующий момент это работа с аудио. Аудио, как я уже отметил, можно загрузить свое собственное. Там музыка, речь эксперта, диктор и так далее и тому подобное. Абсолютно любое. Но сейчас я не буду этим заниматься. Я покажу на примере стоковой библиотеки просто. Кстати, давайте мы здесь выключим аудио встроенное. Здесь сделаем то же самое. Предположим, что нам оно здесь не нужно. Здесь уже выключено. Итак, мы просто нажимаем на любую композицию. дублем добавилось. Итак, она автоматом попадает на всю продолжительность видео. Мы, естественно, это можем настроить, если есть необходимость. То есть, если, допустим, длится это аудио только в течение первого кадра, то есть, мы это просто через ползунок сжимаем до границы первого кадра. то есть, здесь линейка автоматически показывает, собственно, где эта граница и даже курсор несколько притормаживается, поэтому проблем с этим никаких нет. На втором, допустим, у нас что-то другое идет. Просто выбираем, нажимаем на любую композицию или на любое свое загруженное аудио и точно так же здесь настраиваем. когда мы заполняем основную, то есть, первую дорожку, то есть, мы можем продолжить что-то снизу. В смысле, я имею в виду первую линию аудио. Допустим, здесь у нас идет, например, один голос и здесь идет другой голос и нам нужно еще, чтобы было, допустим, не знаю, какая-то легкая инструментальная фоновая музыка условно. Добавляем, нажимаем еще на один файл, он автоматически отображается ниже и теперь его просто растягиваем на всю длину. Точно так же можем откорректировать, то есть, на всю длину или на длину какого-то отдельного кадра или отдельных кадров. Чего пока нельзя сделать с аудио в видеоредакторе Canva, это настроить затухание и плавное начало затухания, когда у нас с низких с нуля повышается звук до определенного максима и потом с определенного максима сводится к нулю. То есть, такого пока здесь сделать нельзя, но в принципе есть какие-то сторонние приложения, где можно это доступно. То есть, пока можно так оперировать. если мы хотим выбрать необходимый фрагмент аудио, мы естественно два раза кликаем на трек и просто перемещаем дорожку, то есть внизу видите, какой фрагмент у нас будет проигрываться в этом видео. Так, это что касается аудио, все предельно просто. Далее, когда видео готово, что с ним делать? Нажимаем. В данном случае у меня несколько обновленный интерфейс. В скором времени он появится уже у всех. У меня здесь кнопка поделиться, у вас скорее всего кнопка с тремя точками. Точно такая же белая в этом же месте. Нажимаем скачать и автоматом уже нам предлагается скачать это видео в формате mp4. Вот обратите внимание, что здесь нам сразу говорится о том, что у использовано одно премиум видео. Давайте мы вместо него сейчас мы даже можем посмотреть. Это происходит одинаково как с видео, так и с аудио и с фотографиями. Так, здесь не совсем понятно, какой из них. Допустим, вот это. Сейчас я проверю. Нет. Нажмем Ctrl-Z, отменим, попробуем убрать это. Да, видимо, значит, первое. Да, вот все, видите, то есть я удалил премиум аудио, попробуем сейчас добавить на его место. Давайте из загруженных вставим, перетянем это на ту позицию, на которой оно было, оно автоматически туда садится, и теперь это уже наше собственное аудио было, естественно, оно совершенно бесплатное. Нажимаем скачать, скачать в формате mp4, рекомендуемый формат, можно здесь также выбрать страницы кадры, то есть можно выбрать отдельные кадры, если вы выберете допустим кадры 2 и 3, у вас будет видео, собственно, подряд идут кадры 2 и 3, если вы выберете кадры 1 и 3, то есть у вас объединятся уже в единое видео автоматически, то есть первый и третий кадр. Ну, естественно, в большинстве случаев наверное логично скачивать все, но момент этот настраивается. И нажимаем скачать. Так, теперь к вопросу, та тема, которая сегодня звучала, скринкасты. Когда мы открываем загрузки, сейчас здесь у всех есть кнопка записать себя. То есть изначально это была возможность записывать видео и голос с камеры, теперь здесь две опции. Я, к сожалению, не смогу сейчас показать, как они работают, потому что у меня камера и микрофон используются зумом, но здесь вы видите есть две опции, то есть только камеры, о чем я сказал, то есть человек записывает себя и свой голос, и справа есть демонстрация экрана. То есть в принципе жалко, конечно, что нельзя это все объединить сейчас. Я попробую использовать другой вариант. Есть в канва такая опция презентация и запись. вот она. То есть вот происходит все в таком формате. Автоматически появляется кружок со спикером, то есть записывается его аудио, записывается его голос. Раньше, до недавнего времени, можно было комментировать тот дизайн, допустим, презентацию, которую мы сделали, делать, по сути, видео-лекцию, видео-урок. Все это автоматически сводилось в готовый файл. Сейчас можно записывать абсолютно, то есть полностью экран. Экран, окно или вкладку. То есть все те опции, которые доступны, допустим, при использовании того же зума, когда мы показываем свой экран. Здесь я, к сожалению, тоже помню, сейчас не смогу. Камера не определилась, определился микрофон, но принцип тот же самый, я сейчас покажу. То есть нажимаем просто начать запись 3, 2, 1 и предположим, что это не мой материал, это мой экран или мое окно или вкладка в браузере. То есть вот здесь на месте значка, если бы у меня сейчас была свободна камера, было бы мое лицо. То есть Canvas сейчас записывает все, что я говорю, все, как я двигаюсь и так далее, записывает мой экран условный. мы можем поставить все это на паузу, можем возобновить, если нам нужно было пойти кофе заварить и так далее. Нажимаем на остановить запись, в зависимости от длительности видео, это, естественно, занимает от нескольких секунд до нескольких минут. И здесь мы получаем автоматически готовый файл, то есть на который можно либо просто скопировать ссылку, либо скачать в формате mp4. То есть принцип тот же самый, что и с записью экрана со скринкастом. То есть то же самое, получаем либо ссылку, либо возможность скачать. Получается это в облаке хранится запись? Да, то есть здесь, ну, кстати, вот, обратите внимание, то есть вы заметили, у меня до этого было здесь только две аудиозаписи, которые я загрузил тестовые. Музыка и музыка. Да, очень такое оригинальное название было. То есть сейчас здесь появилось аудио отдельно, то есть там все это объединяется в один файл, здесь вылезло отдельно аудио. то есть которое записано было с моей камерой. И здесь же по идее а, ну, сейчас уже не отобразится, потому что я удалил запись, по идее также отдельно отображается, загружается и видео. Если оно не нужно за пределами собственно готового скринкаста, готовой презентации, то есть мы это, естественно, можем все отправить в корзину. Тут сразу в тему вопрос, а как записать видео в мобильной версии? В мобильной версии пока такого нет. Ну, это в принципе логично, потому что если мы возьмем вообще любую платформу, любую программу, то есть мобильная версия, она всегда легче, просто потому что туда невозможно поместить все абсолютно. Вот, поэтому пока такая возможность есть только в десктопной версии, то есть веб-версии или для приложений Windows Mac OS. А какой объем материала, допустим, можно хранить у себя на аккаунте и, допустим, Zoom предупреждает, что там у меня хранилище осталось. Ну да, то есть, как я говорил, да, я понял, в самом начале, то есть бесплатный аккаунт это 5 гигабайт. Но это, в принципе, объективно, я считаю, немаленький объем, особенно с учетом того, что все это можно, естественно, высвобождать. И более того, если, допустим, мы не хотим это хранить, то есть там видео, фотографии и так далее, мы не хотим хранить на каких-то устройствах, мы, естественно, можем использовать сторонние обычные хранилища, допустим, Google Drive, Dropbox и так далее. То есть и с этих устройств, обратите внимание, мы можем загружать себе в Canva. То есть видео, насколько я знаю, пока с Google Drive, Dropbox, Facebook, Instagram, Google Photo загружать нельзя, но в скором времени эта возможность будет. Что касается фотографии, то есть совершенно спокойно. То есть вы можете использовать, допустим, 5 гигабайт в Canva, если это принципиально, просто всегда хранить что-то загруженное именно в Canva. я хочу, кстати, обратить внимание, что если вы использовали какой-то загруженный материал у себя в дизайне, после того, как вы удалите видео или фотографию, это не означает, что в дизайне оно пропадет. То есть там оно останется. То есть оно просто не будет у вас вот здесь, в вашей ленте хранилища. Так, двигаемся дальше по нашей программе. Теперь работа, важный момент, работа с графиками. Давайте откроем то, что один из включил запросов, который был в начале SDG Story. Потому что я думаю, что как для СМИ, так и для некоммерческих организаций, то есть социально ориентированных. Один из самых важных элементов это демонстрация данных, то есть графические представления. Можно все это подавать в виде в текстовом формате, естественно, но я считаю, что самый важный, работающий, триггерящий аудиторию вариант это где же они? давайте выберем опять же этот вариант. Их огромное количество на самом деле. Можно, кстати, пробовать запросы факт, например, если не ошибаюсь. Здесь больше выходит did you know? Если charts с небольшой, походу небольшая проверка, например, здесь. Здесь такой вариант, такой вариант, такой вариант. Да, то есть они по запросу charts выходят именно в графики разных форматов, но, как мы уже разобрались, это все можно спокойно перенести в stories. Тем более, здесь корректировать практически вообще ничего не придется, потому что здесь график это один единственный визуальный объект. Он идет, например, по центру, заголовок какой-то идет сверху, что-то идет снизу, фон автоматически ложится под полотно. Здесь настройки как таковые не нужны. Не будем отвлекаться от темы. Предположим, что здесь у нас ничего нет. Это, допустим, файл нашей заготовки. Мы именно таким образом хотим, например, давать название организации, именно таким образом, например, таким выделять какую-то ключевую мысль, допустим, проценты, соотношения и так далее, надписи и тому подобное. И здесь мы просто будем каждый новый раз менять график, то есть изменять формат представления данных. Что мы для этого делаем? Нажимаем опять же на вкладку еще. Здесь у нас есть приложение диаграммы специальное, небольшой, но вполне адекватный, я думаю, вполне полноценный набор графиков, которые созданы для того, чтобы они были понятны. То есть графиков вариаций существует огромное количество, но многие иногда, честно говоря, заигрываются с ними, и когда аудитория смотрит на этот график, она просто не всегда понимает, о чем вообще речь идет. Здесь варианты достаточно не вычурные, простые и при этом понятные. Итак, нажимаем на любой вариант, который нам нравится, появляется сразу все это с демонстрационными данными. Слева видна панель, то есть мы, если мы говорим о скорости, мы, естественно, можем номинально все это вписывать здесь вручную, допустим, параметр 1, числовое значение и так далее, но это отнимает время, переключаться между этими ячейками и тому подобное. Поэтому, если вы работаете, а наверняка каждый работает либо с Excel, либо с Google таблицами и наверняка какие-то выборки статистические данные уже есть в этих таблицах, соответственно, я рекомендую делать следующим образом. Отчаим данные, ссылка очистить данные, здесь у нас все обнуляется. Кто использует Google таблицы, здесь вообще просто, то есть можно подключиться к своему аккаунту, потому что мы интегрированы с Google, с различными сервисами Google и можно просто с конкретного файла выбрать файл и указать диапазон. Но я этого делать не буду, потому что у меня есть определенные конфиденциальные данные, поэтому я покажу на примере другом. То есть вот тоже включены данные, здесь просто какой-то параметр, какое-то число, это когда один параметр, здесь когда их несколько. Чтобы все это не вводить вручную, заново, я просто-напросто выделяю диапазон, собственно, о чем я говорю, то есть там указываем диапазон A1B10. Здесь я просто это вручную выделяю, копирую, возвращаюсь в рабочий материал, вот здесь в самом низу есть поле «Вставьте данные из электронной таблицы». Я просто-напросто туда это Ctrl-V, у меня обратите внимание, график автоматически построился. то есть все скопированные параметры ушли в секцию параметры, все скопированные цифры ушли в секцию цифры. Здесь все уже автоматически рассчиталось, разбилась палитра на градиент необходимый, чтобы все это смотрелось адекватно. Цвет этого всего тоже настраивается. В зависимости от того, какой мы основной выбираем, такой у нас оттенок уже идет по градиенту. Но это мелочи. Обратите внимание, плюс вообще этих графиков еще в чем? В том, что в сторис это, конечно, не работает, это работает в формате презентации, но уточню, их преимущество в том, что они по умолчанию анимированы. Я открою сейчас. Видите, на каждом графике присутствует достаточно легкая анимация, которая, опять же, позволяет выделить материал, который позволяет аудитории не уснуть. Каждый раз, когда где-то что-то начинает двигаться, где-то что-то выделено, взгляд падает, человек обращает внимание, что там происходит, что это за график, о чем вообще идет речь, и, может быть, какой-то будет эффект. Сразу покажу с другим вариантом. Здесь, когда несколько параметров, то же самое. просто-напросто выделяем, копируем, выбираем здесь уже график, который поддерживает несколько параметров, допустим, вот этот, очистить данные, вставить то, что мы скопировали, все, опять же, все автоматически готово. пиктограммы. и еще один вариант, собственно, тот, который был изначально на этом шаблоне, я считаю, что он вообще самый эффективный, потому что он легче всего воспринимается, информация легче всего считывается с него. Это пиктограммы. То есть мы просто нажимаем на значок человечков, у нас появляется опять же демонстрационный вариант, нажимаем на любую иконку, в зависимости от того, какая наша тематика, и здесь буквально три собственно самые важные настройки. То есть общее количество элементов можем через ползунок настраивать, либо вводить это вручную. Давайте оставим 10. Как самый, в принципе, адекватный вариант, опять же, когда я говорю о том, что легко считывается, то есть сразу мы можем разбить 10 на процентаж. То есть мы не смотрим уже на секции диаграммы и не так, это сколько там из стольки-то процентов и тому подобное. Следующий пункт это настройка количества элементов с заливкой и интервалы. Это уже детали. Аналогичным образом через верхнюю панель настраиваем цвет. Здесь уже для условно выберем для заливки залитых объектов один цвет, для незалитых другой, на усмотрение человека уже. И таким образом показываем какую-либо информацию. двигаемся далее. Последний момент, который касается видео. Это в принципе редко используемый, но зависит все от фантазии человека, от времени и так далее. То есть это не какая-то встроенная изначально опция в платформу, но можно при этом канву использовать еще и таким образом. Я называю это аниматор. На главной странице нажмем видео. Пустое. И покажу самый простой пример, самый банальный. Допустим, это будет пусть строка прогрузки. То есть условно у нас вытягивается какая-то линия, условный лоудинг. Выбираем фигуру, просто для примера немножко ее сожмем. Можем через Ctrl-C, Ctrl-V все это копировать, либо можем нажать Alt, не отпускать и мышкой перетягивать объект, то есть это позволяет нам копировать. Но прежде чем мы будем копировать, соответственно, что мы выстраиваем сейчас линию. Для того, чтобы все это смотрелось гармонично, дублируем наш первый слайд, наш первый кадр. И здесь уже копируем. Проделаем аналогичные действия, можно нажимать Ctrl-D, это дублирование страницы кадра. так, три у нас, еще один. Прошу прощения. не смотрим на какое-то конкретное содержание, то есть что там, зачем и так далее. И не смотрим на эти пробелы, то есть естественно, их можно уже подстроить и все это ужать. То есть мы сейчас смотрим просто на принцип, как это может работать. Допустим, еще парочку. Ctrl-D. Ну и допустим до сюда. Теперь, чтобы все это дело нам анимировать, нам нужно просто-напросто после того, как мы добавили все необходимые объекты, установить скорость показа страницы. То есть здесь вот немного параметров. То есть нажимаем на страницу, нажимаем на числовое данное с часами и указываем продолжительность. Когда мы в зависимости от того, собственно, какая у нас концепция, что мы хотим показать, строка прогрузки, она, как правило, должна быстро прогружаться, то есть быстро двигаться. Соответственно, мы можем попробовать здесь свести все это к минимуму 0,1 секунды. То есть применить это ко всем страницам. Чтобы не было задержки. То есть появился один объект, появился другой и так далее. Это будет смотреться неестественно. Посмотрим, что у нас получилось. В данном случае, я говорю, самый банальный пример, просто без какой-либо фантазии. Здесь идеи нету. Но сам факт. То есть таким образом, создавая, дублируя страницы и перемещая объект на поле, то есть мы можем создать необходимую картину. У меня был пример один, тоже проводил мастер-класс, я там показывал для учителей. Пример того, как можно анимировать ситуацию с яблоком, упавшим на голову Ньютону. То есть я вкратце просто покажу сейчас, чтобы был принцип понятен. Напишем, например, дерево условно. Анимировать сейчас все это не будем, конечно, графика, первое попавшееся, вот это, То есть мы размещаем здесь дерево, пишем условно человек, или сидеть, то есть нам нужен сидящий человек, ну пусть будет вот это. Сейчас не вдаемся в суть. Сидит Ньютон под деревом, например, и нам нужно яблоко. Берем самый обычный яблоко. Размещаем его условно на дерево. Естественно, человек, когда все это прорабатывает, он вкладывает в это больше стараний и так далее. И, соответственно, так же, как мы дублировали квадраты, здесь мы просто-напросто, допустим, для примера покажу, делаем Ctrl-D, дублируем эту страницу и здесь нажимаем на наше яблоко, нажимаем Alt, то есть, увидя с объекта мышку, нам показывается расстояние. То есть, мы это яблоко можем, допустим, вниз на 10 пикселей опускать. То есть, было 540, теперь будет 530. Дублируем слайд и здесь уже, опять же, будет не 530, 520. И так далее до того момента, пока это яблоко не ударится об голову, не укачится вниз. 10 пикселей и скорость показа 0,1 секунды, они создают как раз-таки вот тот очень плавный эффект, когда действительно кажется, что яблоко летит, ударяется об голову и в зависимости от того, какую траекторию мы показали дальше, собственно, от этой головы укатывается куда-то дальше. Все зависит от вашей фантазии. Так, двигаемся дальше. Предпоследний момент это командная работа. То, о чем сегодня мы планировали поговорить. Зачем вообще в Canva, зачем вообще нужна командная работа здесь? В принципе, все, наверное, хотя бы раз сталкивались с Google документами, с Google таблицами и так далее. То есть там есть принцип поделиться. То есть мы отправляем человеку ссылку допустим на просмотр, мы отправляем ссылку для редактирования. Собственно, то, что я сделал в самом начале вот с этим интерактивом. Но там все это происходит применительно либо с числовыми данными, либо с текстовой информацией. То есть Canva тот же самый, ну, несколько усовершенствованный, но похожий. принцип, то есть где люди взаимодействуют уже непосредственно применительно к графике. То есть все, что визуализировано. Блокаты, презентации, видео и так далее и тому подобное. Разница в чем? Разница в том, что визуальной графики, как правило, очень много. Зависит, конечно, от команд и так далее. И поэтому здесь, когда на главной странице на левой панели есть у меня в данном случае уже есть название команды, команда Test User, либо просто кнопка создать команду. Для чего она нужна? Для того, чтобы у этой команды в любой момент был доступ к общим дизайнам, к общим папкам, к общим шаблонам и так далее. То есть все, что происходит за пределами этой команды, это персональное пространство человека, конкретного пользователя. там он делает, допустим, что-то для себя, презентации свои, открытки для своих родных и друзей и так далее. В рамках вот этой команды все, что здесь находится, это общие материалы. Если мы нажмем на пункт Люди, здесь мы можем собственно эту команду создать. Я через несколько, через минуту объясню, зачем это делать. Делается это очень просто. То есть есть кнопка пригласить людей и можем либо получить ссылку для приглашения и отправить ее получателям и когда необходимо эту ссылку деактивировать, чтобы никто, условно говоря, левый туда в команду не добавился. Допустим, скопировали, отправили, все вступили, нажимаем деактивировать. Либо можно ввести всех вручную, ввести вручную адреса электронной почты. Так вот, для чего это делается? Графических материалов, как правило, особенно в больших командах, очень много. И если мы условно, допустим, презентация, она достаточно емкая, она серьезная и так далее. Если мы хотим, чтобы 50 человек ознакомились с этой презентацией, когда мы начинаем поделиться, будет очень проблематично каждый раз для каждой презентации, для каждого материала вручную здесь, прошу прощения, вбивать, там, email, собачка, став, ком, условно, email1, email2, email30, email50 и так далее. Во-первых, можно ошибиться, можно кого-то забыть и так далее и тому подобное. Для этого заранее, собственно, и создается команда, где все эти люди с этими со своими почтами уже, они существуют. И нам достаточно, открыв конкретный материал, нажать поделиться, в данном случае в новом интерфейсе это не здесь, это вот за этим плюсиком. Нажимаем поделиться и команде своей мы можем задать права. По умолчанию они идут для любого материала, нет общего доступа. То есть, его не будет до того момента, пока человек не поделится с материалом. Вот и здесь мы уже устанавливаем права, то есть, на просмотр, на редактирование или на возможность просмотра и комментирования. То есть, комментирование сейчас, собственно, я скажу тоже. Для этого создается команда, это очень удобная опция. И обратите внимание также, что команды, это актуально для больших организаций, можно развивать на группы. То есть, здесь у нас все люди мы добавили, а их может быть платной версией до 300 тысяч. То есть, это рассчитано под крупные организации. Эти команды можно разбить на отдельные группы. То есть, условно, возьмем организацию, допустим, там контентщики, бухгалтерия, не знаю, сисадмины, дизайнеры и так далее. Соответственно, когда мы хотим поделиться каким-то материалом, допустим, той же самой презентацией с группой дизайнеров, не со всей организации. То есть, точно так же мы... Так, давайте я, наверное, покажу, чтобы это не было. Давайте создать группу. Обратите внимание, здесь два поля. То есть, первое поле, сюда мы добавляем администраторов групп. Ниже, во втором поле, мы добавляем и часть просто групп. Н, неважно как. И создаем. Обновим сейчас страницу. Смотрите. Нажимаем поделиться. И здесь пишем, как у нас название группы? Групп. Вот она. Групп N. То есть, мы выбираем только эту группу всей команды и ей даем необходимые права. У всей остальной команды, всей остальной организации доступа к этому файлу уведомлений по этому файлу не будет. То есть, это возможность быстро, опять же, сортировать доступ, кому это нужно, для кого это актуально. И по поводу взаимодействия. Последний момент. Коммуникация это, собственно, работать в рамках над какими-то материалами. Независимо от того, где вы находитесь, независимо от того, какое устройство у вас под рукой, можно работать одновременно в режиме реального времени, если есть подключение к интернету. Самый простой пример. Предположим, руководитель какой-то организации. Говорит, что презентация замечательная, в смысле, думает, презентация замечательная, но нужно заменить эту фотографию. То есть, фоновую фотографию ему, условно, не нравится. Есть право, появляется значок добавить комментарий. Мы на него нажимаем через собачка, и когда у нас много пользователей, в команде, естественно, это все списком выпадает, мы выбираем того, которого нам нужно, это тестовый аккаунт. выбираем имя, пишем все, что нам необходимо. Write something. Если это просто комментарий, какой-то положительный, можем оставить стикер и назначить. Оставляем комментарий. Автор этого документа или тот, кто был тегнут вот здесь, он получает уведомление в Canva, получает уведомление на свою почту, получает уведомление в приложении мобильном, о том, что такой-то участник команды, имя, фамилия, условно, оставил комментарий к такому-то материалу. Можно ответить прямо, условно говоря, из почты, либо можно по ссылке перейти, открыть этот материал, посмотреть, к какому элементу относятся комментарии. Это важный момент, потому что если мы выберем, допустим, вот эту надпись, к ней, обратите внимание, будет уже другая ветка. Давайте тоже здесь повторим действие, просто что-либо напишем. Вот когда человек открывает этот документ, он видит, что здесь, допустим, в данном случае два комментария, две ветки, их может быть пять, десять и так далее. И для того, чтобы не разбираться, к чему вообще относятся эти комментарии, мы просто на него нажимаем и видим, что выделяется вот этот фон. То есть, значит, речь идет о фотографии. Если мы нажимаем на этот комментарий, у нас выделяется надпись. То есть, человек сразу, партнер по команде, он понимает, о чем идет речь. Это очень удобно с той точки зрения, что многие мучаются, особенно, когда кто-то уезжает в командировку, то есть, люди не находятся в пределах одного офиса, особенно, если они используют программы, которые недоступны, допустим, не являются кросс-платформенными. Что мы делаем? Мы делаем скриншоты, мы рисуем какие-то стрелочки, говорим, что вот здесь что-то не так, отправляем это человеку, человек там что-то меняет, сохраняет, перенаправляет обратно и так далее. Начинается бесконечная перекидка письмами, сообщениями и так далее, пока разберутся, собственно, о чем вообще идет речь. Смотрите, я, прощение, здесь вопрос, может, вы об этом чуть позже скажете, но я его озвучу, чтобы вы имели в виду, как удалить материал со своей страницы Canva, который мы делали сообща на прошлой работе. Сейчас для меня это уже не актуально, не могу удалить старые групповые презентации. Здесь есть два момента, если это материал, которому был предоставлен доступ с возможностью редактировать, можно сделать следующим образом. Сейчас открою главную. Ну, допустим, этот материал делал не я, и здесь нажимаем, то есть нажимаем на вот этот значок и пункт поделиться. Здесь принцип достаточно странный, то есть мы хотя нет, просто прощение, с этим материалом у нас другие отношения были. Сейчас надо мне найти что-то подходящее. Давайте я покажу просто на обычном примере, на любом материале. То есть тоже нажимаем на три точки, нажимаем поделиться. так, ребята изменили что-то в интерфейсе этом новом. И мне этот момент, честно говоря, надо будет уточнить. Раньше был принцип, здесь несколько было другое меню, то есть если вы обратите внимание, у вас пока нету доступ по ссылке отключен, включен, то есть там несколько другое диалоговое окно в старой версии, то есть в новой появились новые опции и пропал пункт нету доступа. Этот пункт был очень важен, как раз таки то, о чем я хотел, то, что я хотел показать. То есть раньше, когда материал с возможностью редактирования находился у человека в ленте, его последних дизайнах, то есть можно было нажать на поделиться и самому себе отключить доступ. Вот таким вот образом. То есть сейчас я, честно говоря, не вижу этого пункта, я, честно говоря, даже не знал о том, что такое изменение внесли. И здесь нужно будет разобраться. Я сейчас напишу адрес своей электронной почты. Я не уверен, что будет какое-то конкретное решение, потому что, в принципе, как-то поднимался этот вопрос. И если говорить, допустим, о материалах, которым предоставлен доступ на просмотр, то с ними невозможно ничего сделать. То есть он уже один раз был предоставлен, он так и будет в этой ленте. То есть, возможно, в дальнейшем возможность с этим что-то будет сделать, что-то сделать с этим будет какая-то возможность. Сейчас нет. Точно так же, в принципе, похожий момент, наверное, с тем же Google, если человек поделился с вами материалом до тех пор, пока он сам не изменит уровень доступа у себя, с этим материалом вы ничего не сделаете. То есть он у вас будет отображаться. В общем, здесь, конечно, несколько запутанный момент с точки зрения того, что мы будем здесь видеть. То есть, может быть, какие-то материалы действительно отображаются, которые хотелось бы, чтобы уже куда-то ушли, в архив, чтобы они не мелькали, но этот момент пока находится в проработке. Марк, извините, тут был еще до этого вопрос. Я не знаю, просто у нас время чуть-чуть заканчивается. Я стараюсь успеть задать. Расскажите, пожалуйста, об авторском праве на конве. Этот вопрос прозвучал еще, когда вы показывали условно работу со сторизом с разными объектами, картинками, шаблонами и так далее. Ну, смотрите, я могу на этот вопрос. Конечно, у нас есть статья такая подробная на английском, собственно, по авторским правам, даже не статья, а руководство по авторским правам. Но для того, чтобы не вдаваться в подробности, я могу ответить достаточно просто и быстро. Все, единственное, чего нельзя сделать с фотографиями, видео, шаблонами, что там еще есть в стоку библиотеки, аудио, это нельзя, это распространять где-либо, выдавать за свое, то есть, я имею в виду, что, допустим, фотография, что это фотография чья-то, вы где-то ее публикуете как свою собственную. Нельзя это перепродавать и нельзя показывать, но это тоже стандартный этичный момент, допустим, человека, условно, человек в магазине, то есть, нельзя вот эту фотографию показывать, прикреплять к какому-то тексту, который несет очень негативную окраску, потому что нужно просто учитывать, что на этой фотографии реальный человек. Он, может быть, живет где-то на другой стороне планеты, то есть, Земли, в другом полушарии, но это реальный человек, то есть, его нельзя показывать в негативном свете. Вот это все, собственно, чего нельзя делать. Использовать можно любые материалы в своих дизайнах неограниченное количество раз. То есть, если бесплатная версия, понятно, что без водяных знаков можно использовать только те, которые с пометкой бесплатно. Те, которые с пометкой платно, с ними определенный материал можно скачать только, там будет стоять водяной знак. Поэтому, я думаю, что логичный вариант просто эти фотографии, эти видео и так далее удалять и ставить туда либо бесплатные, либо свои собственные. Если это пользователь версии Canva Pro или Canva для НКО, а Canva для НКО, это, собственно, повторение в какой-то степени Canva Pro, то здесь вообще нет никаких ограничений. То есть, используем в любых макетах, в любых дизайнах, в видео, в презентациях и так далее, любые видео, фотографии неограниченное количество раз и на них нет никаких водяных знаков. Единственное небольшое уточнение, кстати, в принципе, у нас сегодня особо и нет представителей каких-то коммерческих структур, если я правильно понимаю, есть такой тип фотографии, например, напишу, допустим, for editorial use, что в переводе с английского только для редакционного использования. Нажмем на фото. Смотрите, я сейчас нажму на описание этой фотографии, и здесь будет пометка editorial use only. То есть, это означает, что только для редакционного использования. То есть, эту фотографию может использовать газета, журнал, онлайн-издание и так далее, любое масс-медиа, но ее не может использовать никакая коммерческая организация. Вот это уже будет нарушать авторские права. Здесь тоже for editorial use only. Здесь тоже самое. Таких фотографий в принципе немного, но они есть, поэтому если вы работаете в коммерческой организации, просто единственное, наверное, это единственный момент, на который я предлагаю обращать внимание. Смотрите описание, если там вот этой пометки нету, ради бога, то есть, вы можете использовать это. Если тут не стоит pro, то не будет водяного знака. Если это pro, будет водяного знака. Для пользователей бесплатная версия. Давайте я наверное жазгуль тогда я в принципе по практической части мы закончились и закончили. Единственное уточнение это последнее это Canva для НКО. Короткая информация и потом уже завершим с нашими вопросами, если еще есть. Я скажу небольшой спойлер для ребят. Есть возможность использовать в общем про версию Canva некоммерческими организациями и вы сейчас услышите как это сделать и это очень круто возможно. Если я не ошибаюсь я могу ошибаться это не первый год программа действует по-моему в 2018 году Canva запустила в международном формате то есть по всему миру 190 стран более 190 стран программу Canva для НКО. То есть версия подписки условно в данном случае подписки потому что там ничего ни за что не платится просто называется так это все унифицирована подписка тоже одноименная версия Canva для НКО. В эту версию включены абсолютно все возможности версии Canva Pro то есть полностью все фотографии все видео все функции все то есть по сути это копия то есть функционал Canva Pro который предоставляется бесплатно единственное ограничение добавить свою команду можно 10 человек то есть администратор допустим который подал заявку на подключение этой версии и еще 9 участников команды уже соответственно со своими отдельными аккаунтами которые объединены потом вот вот этим то есть команда условно там организация такая-то то есть все остальное предоставляется полностью бесплатно без каких-либо ограничений пожалуйста работайте сколько вам необходимо что для этого нужно сделать для этого в стандартном формате просто мы нажимаем на создаем естественно сначала аккаунт потому что без аккаунта невозможно получить какую-то версию создаем аккаунт нажимаем на подать заявку сейчас и там будет форма собственно в которой нужно будет заполнить то есть название организации некоммерческой в которой вы работаете по-моему нужно будет выбрать страну цель то есть какая миссия потому что изначально это разрабатывалось как программа в рамках которой мы поддерживаем те организации которые скажем так следуют целям устойчивого развития разработанными ООН вот вы выбираете цель и последний момент прикрепляете документ который подтверждает официальную регистрацию организации у нас с вами очень объемная емкая география потому что я в основном работаю с поддерживаю связь с организациями которые находятся в России в данном случае подтверждение является свидетельство о регистрации с министерства юстиции то есть какая ситуация может быть там не знаю в Кыргызстане в Туркменистане в Узбекистане в Казахстане и так далее то есть в странах которые вы представляете для этого в принципе я наверное порекомендовал бы предварительно написать мне на вот тот адрес электронной почты который я отправил в чате вот чтобы я просто уточнил у коллег чтобы не получилось так что допустим вы отправили заявку ее получили наши англоязычные специалисты а поскольку не со всех стран поступает большой поток этих заявок может возникнуть какое-то недопонимание допустим кто-то посчитал что этот документ не является не относится к тем документам которые прописаны в списке вот поэтому я рекомендую предварительно отправить информацию мне и если все отлично я могу в принципе без заявки даже вас одобрить вот это что касается версии канва для НКО то есть ограничений никаких нету то есть не по времени то есть это не какая-то временная акция или что-то еще то есть это перманентная программа которая была есть и будет то есть это не и нету ограничений по количеству участников то есть что у нас какой-то допустим набрались подключились 100 тысяч организаций после этого все нет то есть если вам это необходимо если у вас допустим есть какие-то партнерские организации или какие-то организации просто про которые вы знаете которым это было бы интересно им необходим допустим такой инструмент то есть вы тоже можете просто им говорить о том, что такая возможность существует. Так, ну давайте перейдем к вопросам финальной. Вопросы я вам по ходу дела задавала. По какой почте, марку можно отправить необходимые документы для НПО? Женья, я вам еще раз секунду сейчас скину. Так, я потом еще сделаю, когда запись поставлю и скину в чатик наш запись сегодняшнего вебинара, я вам еще раз продублирую почту. Так, смотрите, здесь был вопрос, да, у шахнос, почему-то бесплатные видео скачиваются, но не показывают, может какое-то ограничение у меня, это вот Таджикистан. Здесь нужно будет проверить, потому что никаких ограничений здесь нету, я могу вот наше, допустим, условное видео, то есть вот, видео, аудио и так далее. Я сейчас нажму сохранить в MP4, еще раз обращаю внимание, что я сижу на бесплатной версии, вот, скачать MP4, все три страницы. Давайте пока видео скачивается, мы, в принципе, можем ответить на другие вопросы. Был другой вопрос, можно ли использовать Canva в режиме оффлайн от Чинары, Шахнос ответила, что оффлайна нет, скажите, пожалуйста. Ну да, пока что нету, но ждите хороших новостей. Мы готовимся к определенным обновлениям, которые помогут, скажем, с многим решить проблему с этим, потому что действительно у многих возникают сложности с интернет-каналом. Я не знаю, в каком масштабе пока, честно говоря, потому что я не работаю напрямую с инженерами, которые разрабатывают оффлайн-версию, но в целом я знаю, что она готовится. Я не знаю, будет ли она распространяться абсолютно на всю платформу, то есть то, что мы делаем онлайн, можно будет делать оффлайн или только на какие-то определенные части, но в целом такая опция будет. И очень скоро. Спасибо, это крутая новость. В общем, Хинара просто комментарий написала, я зачитаю, что надо просто несколько часов сидеть и все пробовать. Пишет, что не знала, что канва предоставляет такие крутые возможности. Я очень рада это читать, потому что значит не зря мы делаем этот вебинар. Да, вот у нас тем временем скатялось видео. Попробуйте канва про бесплатно, бесплатно я сейчас ничего пробовать не хочу. Так, ну у меня поскольку расшарено только браузер, вот здесь вы видите, да, то есть дизайн без названия, п4 скачен. Я просто-напросто сюда перетащу, чтобы не показывать, как он проигрывается в видеоредакторе на компьютере. И сейчас открою какой-нибудь пустой документ, ну вот собственно здесь. Мы его просто, это видео сюда вставим и посмотрим, как оно проигрывается. Скаченное, загруженное видео. Вот оно. Я на него нажимаю. Становить как фон. То есть все работает. Возможно в вашем случае просто что-то пошло не так, не знаю, может быть, может быть самим файлом что-то не так было, может быть с каналом что-то случилось и так далее, то есть это не какой-то систематичный момент, поэтому если такое возникает, то есть это нужно по факту смотреть, вот что конкретно в этой ситуации пошло не так, потому что я в обычной бесплатной версии, то есть видите, как и миллион других пользователей, то есть скачал, все проигрывается. Спасибо. И вроде вот последний вопрос был, он еще был, когда вы показывали только-только начало вот эти шаблоны, у Шахнос был вопрос, если нужно опубликовать вот эти шаблоны, да, то размер настраиваем на 3000-3000 пикселя. Может быть, Шахнос, вы уточните свой вопрос, да, включите микрофон и немножко дополните. Да, потому что... И в целом актуален ли вопрос или нет? Шахнос, если вы меня слышите, микрофон включайте, вы еще не включили. Напишите на фейсбуке. На фейсбуке, да, если необходимо опубликовать на фейсбуке, в каком, видимо, размере надо сказать. Все, 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 я понял, то есть давайте посмотрим по нашей, собственно, базе, создать дизайн, видео, давайте напишем в фейсбук, видео на фейсбук 1080 на 1080. В таком случае я тогда понимаю, что нам нужно использовать настраиваемый размер 3000 на 3000. Я, правда, не знаю, насколько он будет работать в бесплатной версии, потому что, возможно, он не будет скачиваться, потому что это уже, по сути, получается 4K, близко к 4K. Как я говорил, то есть в бесплатной версии идет HD. То есть если вы задаете слишком большой размер, в любом случае видео скачается в HD, то есть 1920 на 1080. Вот, но в принципе это оптимальное качество и для YouTube, и для социальных сетей, но в другом, естественно, соотношении, то есть сторон. Ну, смотрите, шахнос, вот, например, созданный шаблон на инфографике, оно сохраняется в вертикальном виде, я так понимаю, вы спрашиваете, и, скорее всего, это будет зависеть от того, какой шаблон вы изначально выбрали, да? Правильно понимаю? Ну, смотрите, с инфографикой здесь, опять же, включается в игру комбинирование шаблонов, то есть номинально все шаблоны, да, они вертикальные, вытянутые, но если мы хотим сделать инфографику, не знаю, в прямоугольном формате, в квадратном формате, мы точно так же можем просто перенести данные с инфографики в свой дизайн. Могу быстро показать, как это происходит, тоже в принципе, суть понятная, то есть откроем любую инфографику. Условно пусть будет вот это, да, то есть мы сейчас не вдаемся в содержание, нам не важно это. Так, и у нас есть, можно было, кстати, через избранные тоже, допустим, вот презентация, да, то есть совершенно другой формат, мы добавим здесь страницу пустую и в нее перетянем нашу инфографику. Мы можем здесь нажать Ctrl-A и выделить все и скопировать, но можем пойти другим путем, вот так вот, раскрываем вот эту панель, где отображаются страницы, здесь нажимаем, то есть она уже выделена, нажимаем Ctrl-C, возвращаемся в презентацию, здесь нажимаем Ctrl-V, кстати, да, можно было страницу не добавлять, она автоматически сюда добавляется в виде новой страницы. То есть сюда она садится, да, вертикальным форматом тоже, но мы что можем сделать? Мы просто можем эту концепцию разбить, в данном случае здесь подложка, конечно, мы можем ее скопировать потом, давайте сгруппируем, группировать, то есть это у нас будет правая часть, это тоже сгруппируем пока, это у нас будет левая часть. Теперь можно разгруппировать. Соответственно, ужмем. Да, Шахнос пишет, я примерно так и делаю, это занимает время и, вероятно, мы ищем более быстрый вариант, да, такой автоматизированный. Но я не думаю, что это возможно, в принципе, потому что это должен быть искусственный интеллект уровня профессионального дизайнера, который просто сможет совершенно другую верстку разбить по поводну, то есть это невозможно, на мой взгляд, пока, по крайней мере. Окей, мы ответили, да, тогда на вопрос. В принципе, все, больше вопросов я не вижу, вроде ничего не упустила. Если остаются какие-то вопросы, пожалуйста, дайте об этом знать. Если нет, то можно потихоньку, в принципе, закругляться. Мы вообще большие молодцы. Так, видимо, вопросов нет, давайте закругляться. Может, вам есть что сказать в завершении? Ну, я хочу сказать спасибо всем, кто принял участие. Я надеюсь, что, может быть, и были какие-то моменты с онбордами, потому что, в принципе, рассказывать можно о многом еще очень долго, поэтому хотелось как можно больше информации отдать, о которой, в принципе, не пишут в блогах и так далее, о ней я могу рассказать только я, либо можно дойти, собственно, методом пика, подробно изучая, где что находится, где что добавилось и так далее. Но в целом, я думаю, что посмотрев запись, многие моменты будут еще более понятными, более полезными, потому что их действительно можно применять для всех дизайнов. То есть мы сегодня говорили о видео, о сторисах, и в основном о сторисах. То есть те же самые концепты работают и с любой графикой. То есть это просто поможет перестать мучиться, скажем так. Потому что я сам тоже не дизайнер, и я в прошлом очень сильно мучился, когда у нас был PowerPoint, какие-то очень странные и непонятные видеоредакторы с очень непривлекательными эффектами и так далее. Спасибо всем за участие и хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Здесь пару вопросов по организационным моментам. Давайте я, наверное, скажу. Ольга спрашивает, как получить запись, если я не нахожусь в чате, я сейчас скину вам раздел на нашем сайте, где будет размещаться запись видео. Вы можете, в принципе, я постараюсь в течение завтра, максимум в понедельнику будет Ольга, сохранить себе вот эту ссылку на нашем сайте и, в принципе, отслеживать. Вот, собственно, в разделе ресурсы и видеоуроки. Вот здесь вот появится вот с такой вот обложкой митапа записи этого вебинара. Соответственно, вы здесь вот можете найти там в разделе журналистские мастерские, если хотите быстро и затеряете, да, там, в принципе, до записи я больше видео выкладывать не планирую, поэтому вы можете найти вот в этом разделе. Вот. Если вы не в чате и вас нету как бы, ну, вы не хотите присоединяться в Telegram-чат, вы спокойно совершенно можете найти записи. Здесь, как вы видите, есть записи еще других наших митапов, нашего сообщества, других вебинаров. Есть специализированные видео, которые мы создавали, специально записывали, то есть это образовательные видео. Вот. Так что вы можете подайвить, в общем, в этом разделе. В чатик я скинула ссылку на этот раздел. Вот. Все, кто потихоньку уходили, все говорили спасибо, классно, кому-то нужно было вот прям срочно бежать, они все ждут записи, поэтому спасибо вам огромное, Марк, за то, что уделили столько времени. Спасибо всем, кто вот с самого начала до самого конца и, в принципе, вот все два часа посидели вместе с нами, поучились. Нам всегда это очень приятно и всегда прям, ну, понимаешь, что не зря, в общем, делаешь эти митапы. Так что я вас всех благодарю за ваше время, за ваше внимание. До новых встреч и до новых митапов. Вот. Я всегда на связи. Всего доброго и творческих успехов. До свидания. Всем пока.